Здравствуйте, с вами я Александр Перепелица. Сегодня джулай 13 2015 года. Я хочу вам сказать небольшие новости на финансовом рынке за последнюю неделю. Однако, что произошло в нашем офисе за последнюю неделю, что я выучил и что я узнал, это интересно. Я выучил одно новое слово. По имейлу я получил, как всегда, получаю еженедельное такую газету или письмо, news, с АРС, различные информации. И вот такая информация, если вы видите на экране, может вам плохо видно, новое слово. Whistleblower. Что это значит? Информатор. И оказывается, есть такая программа в АРС. И что интересно, они сделали репорт ту конгресс. Это этот департмент, эта программа. Whistleblower. Это информаторы, которые информируют, кто неправильно оформляет таксу. Меня удивила сумма. За прошлый год они заплатили этим информаторам, много не мало, 52 миллиона, 281 тысяча, 628 долларов. И это составило 16,9% от той прибыли, которую АРС получила от этих Whistleblowers, этих информаторов. Правда, интересно. Рядом с вами ходит человек, который желает заработать деньги. Вот взять кусочек, хотя бы с этих 52 миллиона, 281 тысяча, 628 долларов. Вот такая новость. Есть еще одна интересная новость. Вот уже около полгода я занимаюсь с одним файлом, веду процесс с АРС. АРС. Это человек, который должен, написал большими буквами, если вам видно цифрами, должен АРС за три года, его проверили, он должен 55 605 долларов 26 центов. И буквально в пятницу мне пришло письмо, сообщение, что ему согласны простить эти деньги, если он уплотит всего лишь навсего, сейчас вам скажу, покажу вот сколько, может быть вам видно, всего навсего уплотит 3 тысячи долларов. Они сразу прислали на 4 тысячи 126, но я с ними стал вести переговоры и еще понизил на 1126 долларов. Итого ему нужно заплатить за 5 месяцев 3 тысячи долларов, и ему прощается весь долг 55 605 долларов 26 центов. Правда, хорошая новость. Мне самому было приятно. Очень приятно, что работа окончилась успешно. Что можно сказать еще, какая новость? На этом графике вы видите, как прошлую неделю, это вот фиксированный рейт, а это вот adjustable рейт внизу, как процент или как рейт менялся в течение прошлой недели. Вы знаете, можно сказать, интересная была неделя. Рейт прыгал и вверх, и вниз, и вверх, и вниз. И прошлой неделе я успел зафиксировать, у меня два файла, которые я сейчас оформляю, я успел зафиксировать 4.125%. Это хорошо. Второе, еще не оформлены полностью документы в процессе, но это investment property, там будет другой процент для investment. Я надеюсь, что мы сможем зафиксировать, поймать хороший процент. Итак, на маркетинге прошлой недели процент или рейт очень менялся. Я хочу сказать еще одна интересная новость. Вы видите, красным это rent, синим это дома. 63% здесь пишется, на сегодняшний день 63% людей в Америке владеют домами. Остальные это rent. И были года, как вы видите, 2005-2006, когда голубые, это имеющие дома, очень возросло. Но вот потом с 2007 года рент, дома, видать, стали делать foreclosure, увеличился рент. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. И вот вы знаете, в 2014 году снова рент, очень рентовщиков увеличилось. К чему это все ведет? Количество рентовщиков, в последующий процесс увеличится покупка домов. И когда идет увеличение покупки домов, соответственно, меняется и рейт на маркете, и меняется положение. Итак, смотрите. Снова маленькая информация, которую я получил. В апреле 2014 года и в апреле 2015 года покупка домов увеличилась на 5,7%. В мае уже месяце покупка домов, вот она, по отношению к мае 2014 года, увеличилась на 6,3%. Как вы видите, покупка домов увеличивается с каждым месяцем. Вот такая маленькая информация за прошлую неделю. Неделя была интересная, хорошая. Я имел возможность оформить два займа и зафиксировать хороший рейт. Благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Запомните слово whistleblower. Информаторы. Они есть и в финансовом мире. Они есть и в real estate бизнесе. Эти информаторы, которых я даже сдавал экзамены, так это легально информаторы, которые whistleblowers, которые информируют АРС, говермент, о неправильности оформления тех или других документов. Я думаю, эта новость вам пригодится. Знать ее. Всего вам хорошего. С вами был Александр Перепелицов. С вами был Игорь Негода.